Впрочем, большие приватизационные планы в Кабмине строят уже не первый год. А потом оказывается, то покупателей нет, то желание продавать исчезает. И критики говорят, мол, нужно дождаться, когда вырастет экономика, а потом начинать приватизацию, чтобы не распродавать госсобственность за копейки. Как со всем этим быть? И получится ли провести честную и прибыльную приватизацию? Обсудим с нашими гостями. Экономический эксперт Тарас Казак и политолог Тарас Загородний в студии подробностей недели. Здравствуйте и спасибо, что нашли для нас время для общения. Первый вопрос, наверное, будет общим для вас. Вот стоит ли сейчас уже начинать большую распродажу, приватизацию госсобственности? С одной стороны, да, действительно, это кладезь коррупции, тут не поспоришь. Но с другой стороны, экономика у нас сейчас, согласитесь, не на том уровне, чтобы выручить достойные деньги. Не распродадим ли мы это все за копейки? Кто хочет начать? Я могу начать. Давайте, Тарас. Знаете, завжди вчасно продавать, сам и сегодня. Бо завтра будет поздно. Например, мы знаем Одесский припортовый завод, который еще пытался продать Тимошенко в своей каденции. И даже были уже первые операции. Практично, Коломойский внес майже миллиард долларов за этот объект. Оценивался он в полтора миллиарда долларов. На сегодня оцинка его будет приблизительно 50 миллионов долларов. То есть, этот завод перетворится на нерухомость. Если у него нет господаря, то все это предприятие обкрадается чиновниками, разкрадается. На него навешаются деньги. Дайте эту думку побагатею. А не будет ли так, что еще через 5 лет он 2 миллиарда может стоить? Это не возможно. В украинских ситуациях это не возможно. Мы знаем, что такое украинские чиновники. Они всегда найдут возможность с украинского прибуткового предприятия заработать. То есть, понятно. Ваш главный меседж, все это дешевеет, пока мы умело им не распоряжаемся. И разкрадается. Понятно. И еще одна маленькая секунда. Что эти предприятия есть метою людей, которые хотят идти в политику. Чтобы все эти предприятия идут, пребываются в политику, седают на это предприятие и дают такие предприятия. Ясно. Тарас, а ваша точка зрения? Ну, я не погоджусь с такой думкой, что это совсем джерело коррупции. У нас, в принципе, 80 активов давно приватизованы. Только что с коррупцией не возникает, только сроста. Что касается майна, которые являются в государстве, я погоджусь, что какие-то дробные объекты, которые государство не должно заниматься. Например, государство не может заниматься производством горилки. Это могут спориться спокойно приватные предприятия. Или какие-то коньярства. Или предприятия, которые уже давно исчезли. И там, фактически, они или распродаются в качестве оренда. Но я против приватизации стратегических предприятий. В первую очередь, турбоатомы. Потому что его могут купить конкуренты и просто знищить их как конкуренты. Потому что это высокотехнологичный конкурент. Действительно, ведь можно прийти сейчас за копейки скупить. Купить тоже турбоатом, донести его до банкротства и убрать конкурента. Хитрость. Поменяли же законодавство. И теперь судиться, если за невиконание инвест-забовязаний, нужно в Лондоне. А кто будет судиться? Держава. И она всегда будет програвить. Вот в чём и хитрость. Те же самое касается Одесского припортового завода. Одесский припортовый завод сейчас остановился в такой ситуации через завищенные цены на газ. Он фактически не может работать. Он уникальный не только, что это просто предприятие, которое вырубляет. Это контроль над рынком добрых, который всегда будет возрастать. И он еще перевалочный пункт из амяка проводов, который идет из Российской Федерации. Поэтому, в данном случае, лучше навести лад на этом предприятии, заработать на этом предприятии. И государство должно контролировать. Это касается других больших предприятий, которые, я считаю, не нужно продавать, а навести там лад. Это целиком возможно. А питание в том, что мы всегда должны раховать приватизацию, когда говорят, что придет эффективный властник и все налагодится. А я вам скажу, эффективный властник податков не будет сплачивать. В нашей стране, например, податки, в том числе и иноземцы, которые нам рассказывают, что они великые и прозорые, они тоже платят копейки, где-то приблизительно 3%, потому что они оптимизуют, как и все другие предприятия. Это же податок на прибуток. Кроме податков на прибуток, есть белая зарплатня, которую они сплачуют. Это тоже идет налогами. Это все большие предприятия, все большие предприятия сплачуют большую зарплату. Все большие предприятия сплачают большую зарплату. Иначе, я погоджусь. А все иначе, средний бизнес уже давно работает за нормальным. Хорошо, я вас пока слушаю. Плюсов и минусов, по-моему, одинаково прозвучало в этой студии. Вас, как сторонника. Правда, есть случаи, когда государственные предприятия управляются непоганно. Такие случаи просто на пальцах одной руки. Кто это будет оценивать? А где гарантия, что... Не нужно. Ни кто же не говорит о создании комиссии, которая будет оценивать, выгодно нам продавать это или нет. Все же украинцы думают, мы живем в стране с таким уровнем коррупции, что продадут из-под полы своим то, что нужно. Понимаете? Дивите, если бы мы продали 10 лет назад, то мы бы уже эти деньги давно отримали. И это были бы приватные предприятия, которые бы платили податки в государственный бюджет. На сегодня они избыточные, больше их частина. Той же Укрсперт, вдумайтесь, вырубляет миллионы тонн сперта, и он избыточный сперт в купе коштует, продается за большинственные деньги. Хорошо, Тарас, ну вот вы сторонник все-таки приватизации. Тогда давайте уже поделим этот пирог, пока еще не существующий. Сколько мы можем выручить? Ну, хотя бы в этом году и вообще от глобальной приватизации цифры? Я могу сказать, закладены цифры в бюджет. В бюджет закладено трошки больше, чем 21 миллиард гривен. Это достаточно много. Ну, это как который год уже закладывает, да ничего не получает. Мы раньше закладали 17 миллиардов, этого года 21 миллиардов, это всегда завышенный показник. Минулого года Украина продала майна на 3 миллиарда 400 миллионов. Всего-навсего, это очень невеликие обсяги, и то купил фактически один властник Ахметов, несколько энергокомпаний. Если мы перейдемо до реальной приватизации, а закон, ухваленный на начале этого года, позволяет все-таки залучить инвестиционных радников, которые найдут покупца, потому что раньше важно было найти, чтобы никого не найти. То сегодня, если это правда будет шукать, он зацикавленный продать какого-то дороже, это заходная большая компания, Эрст Эн Янг, например, которая будет продать одесский завод. Он справедливо может заработать на этом достаточно непогано, он зацикавленный продать дороже. Понятно, Тарас, а вот вы верите, что в нынешней политической ситуации уже в нашей стране нашими предприятиями могут заинтересоваться серьезные западные инвесторы, солидные? Не верю, почему? По-перше, ну там, те, что какие-то радники прийдут, взагалі, якщо підприятие цікаво, они без радников прийдут, потому что все все розумеют. Они уже все знают, я думаю. Бизнес сам все давно все знают, да, это раз. По-друге, в країне нестабильна, в первую очередь, политична, и мы все же все равно находимся в стане войны. В стане войны, пока мы находимся, все предприятия будут всегда с дисконтом продаваться, потому что это очень рискованные инвестиции. И поэтому в данном случае, ну, принаймні, великое предприятие, я вважаю, недосильно зараз продавать, а лучше налагодить, або снизить ингредиенты цены на газы, казалось бы. Ну, я понял точно, не последний раз мы с вами встречаемся и, наверное, обсуждаем этот острый вопрос. Спасибо, Тарас Козак, Тарас Загородний отвечали на мои вопросы.